Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Ветхий водовод мешает ремонту заводского шоссе. Как будут решать эту проблему? В одну из школ проникли хулиганы и напали на охранника. Такую ситуацию отработали бойцы Росгвардии во время учений. Пять закатов на набережной в городе начался «Волга-фест-2020». История с точечной застройкой на улице Мичурина получила продолжение. Жители и представители компании, которые пытаются возвести новый дом, сели за стол переговоров. Глава Самары Елена Лапушкина, по инициативе которой состоялась встреча, выслушала их мнение, но сохранила свое. Она считает ошибкой, что застройщик не желает наладить конструктивный диалог с жителями. Олег Зверев выслушал позиции сторон. Нет точечной застройки. Такие плакаты появились на балконах домов на улице Мичурина. Жители квартала намерены отстоять территорию, которую застройщик готовит для возведения 22-этажного дома. Вот так должно выглядеть предполагаемое строение. Но, по мнению горожан, появление небоскреба в этом месте не только нарушает их право на нормальную жизнь, но и угрожает их домам из-за сложной геологической структуры участка. Доводам экспертных организаций местные жители не доверяют, а разрешение на строительство оспаривают в суде. На прошлой неделе на спорной территории побывала глава Самары Елена Лапушкина. А сегодня она пригласила стороны за стол переговоров. На этом маленьком пятачке в замкнутом пространстве в непосредственной близости от трех домов, двум из которых нам больше 40 лет, одному 30, в принципе нельзя. Потому что это ведет за собой, ну как минимум, проблемы с тем, что у нас забирают, по сути, жизненные пространства наши. А как максимум это безопасность. Проблема тянется давно. Минстрой выдал разрешение на строительство, потому что не было оснований для отказа. Однако нередки случаи, когда внешне все вроде бы по закону, но неточности проведенных исследований приводят к тому, что страдают соседние дома. Другой довод жителей в том, что коммуникации могут не выдержать нагрузки, и появление нового строения может привести к серьезным сбоям. Для застройщика эти аргументы кажутся неубедительными. Компания идти на компромисс не желает. Понять застройщика можно, ничего личного, только бизнес. Те требования, которые предъявляют сейчас к застройщику местные жители, они сводятся к тому, чтобы отменить строительство жилого дома на этой территории в целом. Все, что они говорят, это уже причины, так скажем, на основании которых они хотят отмены добиться. Глава города Елена Лапушкина еще неделю назад назвала позицию застройщика, не желающего наладить диалог с жителями, ошибкой. Об этом она также сообщила и на своей официальной странице в Инстаграме. Время точечных застроек ушло. Сегодня невозможно сделать что-то, не опираясь на народное мнение. От застройщика глава города потребовала предоставить проект, чтобы специалисты городминистрации могли оценить все риски. Вы даже не попытались с ними проговорить. Вы действительно не обследовали их дома. Вы не проговорили про детские площадки. Вы не понимаете, как у вас пойдут коммуникации. Вы решаете чисто свою экономическую задачу. Стройка не начнется, пока идут судебные разбирательства. Даже несмотря на то, что застройщик уже начал приглашать людей для оформления договоров долевого участия в строительстве нового дома. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Заводское шоссе преподносит дорожникам новые сюрпризы. Во время реконструкции одной из главных транспортных артерий города строители перекладывают коммуникации и зачастую обнаруживают сети, проложенные десятки лет назад, многие из которых нигде не учтены. На этот раз камнем преткновения стал водовод, который небезопасно трогать из-за его ветхого состояния. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехала глава Самары Елена Лапушкина. Принимать решение о судьбе водовода нужно быстро, чтобы сохранить заданный темп строительства и не оставить без водоснабжение предприятий и жилые кварталы. Масштабная стройка сейчас продолжается. До 1 сентября должно быть открыто движение от проезда Мальцева до улицы 22-го партсъезда, чтобы обеспечить дорогу к месту учебы школьников. Что делать со старым водоводом, решает руководство водоснабжающей организации. Мы понимали точно, что там идут два водовода, трехсотых, они питают мясокомбинат и всю зону поселка мясокомбината. Просто на сегодняшний день получилось так, что все задвижки старые находятся в негодном состоянии, поэтому надо принимать какие-то решения в плане того, как эффективно их поменять так, чтобы не сорвать сроки строительства и полностью поменять два водовода. Как пояснили в водоснабжающей организации, менять будут участок водовода длиной около 60 метров. Представители компании и подрядной организации сегодня тоже встретились на месте работ и составили график по замене трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Нанесена разметка, установлены новые ограждения, подъезды к школам готовы к началу учебного года. В преддверии 1 сентября во всех школах проверили состояние инженерных коммуникаций. Сейчас в городе идет масштабная работа по замене старых трубопроводов, чтобы в грядущем отопительном сезоне не возникло чрезвычайных ситуаций, а в квартиры жителей и соцобъекты поступала горячая вода. Тему продолжит Мария Левина. Горячее водоснабжение есть уже почти во всех образовательных учреждениях. Исключение школы номер 20, неподалеку от которой идут ремонтные работы на теплотрассе. Но к 1 сентября обещают восстановить подачу горячей воды. Всего в городе приводят в порядок 22 участка тепломагистрали, включая и 7 дополнительных. Беспрецедентные масштабы ремонтных работ стали возможны благодаря переходу Самары в единую ценовую зону теплоснабжения и увеличению инвестиций. Протяженность обновляемых теплотрасс увеличилась, она составляет более 20 км. Напомним, что соответствующую задачу пересмотреть планы и инвестпроекты, сдвинув сроки перекладок теплотрасс на более ранние, глава муниципалитетов в преддверии начала ремонтной кампании поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идея стратегии лидерства отражена и в его ежегодном послании жителям региона и депутатам Самарской губернской думы. Президент страны поставил задачу обеспечить прирост инвестиций не менее 5% в год и увеличить долю ВВП страны до 25% к 2024 году. Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов, прихода в регион новых инвесторов. Совсем скоро в Самаре закончатся гидравлические испытания, в конце недели в дома и социальные учреждения вернется горячая вода. На этой неделе должен решиться и вопрос по котельной «Волго-Теплоснаб» в Куйбышевском районе, где горячей воды нет в 23 домах и нескольких социальных объектах. Городские власти собрали необходимые документы, отправили их в надзорные органы и добились предписания прокуратуры в отношении «Волго-Теплоснаб». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава города Елена Лапушкина. Мы работаем для того, чтобы по горячей воде не было проблематики. Собственник по закону обязан организовать работу котельной либо собственными силами, либо нанять кого-то. Надо собственника брать в визовую рукавицу, что мы и делаем. Задача, чтобы котельная начала работать и обеспечила горячей водой жителям. Точка. Все. Вот в этом вопросе мы работаем. Вопрос также находится на контроле в областном министерстве энергетики и ЖКХ. Котельная обязана возобновить работу. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам специалистов, рост цифр связан с высоким уровнем тестирования пациентов. При этом количество заболевших вне больничной пневмонии идет на снижение. Подробности в нашем сюжете. Охват тестирования на коронавирус в регионе поддерживается на стабильно высоком уровне. В помощь специалистам более 40 тысяч тест-систем. Если в начале августа в среднем в неделю на 100 тысяч населения обследовали 826 человек, то к концу августа уже более 1200. Именно с этим врачи связывают и прирост выявляемых случаев заболевания коронавируса. По большей части у тех, кто переносит заболевание бессимптомно или с признаками ОРВИ. Заболевание вне больничной пневмонии стало меньше на 6%. Мы продолжаем отмечать рост заболеваемости островиспиратурной вирусной инфекции. В то же самое время мы видим полномерное снижение количества вне больничных пневмоний. Для нас это является фактором уменьшения тяжести заболеваний в целом, несмотря на то, что увеличивается количество вновь зарегистрированных случаев ОРВИ. С другой стороны, мы стали выявлять этих пациентов на ранней стадии. И есть определенная вероятность того, что увеличение количества ОРВИ в ближайшее время трансформируется также в увеличение количества пневмоний. В регионе идет подготовка к осенним заездам в санаторные центры. 10 таких учреждений подтвердили готовность в полном объеме выполнять все рекомендации. Сейчас продолжается вторая смена в 33 учреждениях отдыха и оздоровления детей. Из более чем 5 тысяч детей свыше 400 оздоравливаются за счет средств областного бюджета. Всего за обе смены было охвачено более 13 тысяч детей. Члены штаба также обсудили необходимость усиливать работу по тестированию сотрудников на предприятиях и рекомендовать руководителям в первую очередь уделять внимание тем, кто вернулся из отпуска. Сейчас уже сотни наших земляков возвращаются из-за границы. С 1 августа открыто ряд стран, ряд направлений. Наверное, уже активно едут, прилетают в три аэропорта, потом возвращаются в Самару. Мы о них ничего не знаем. Вопрос о том, будет ли проходить в этом году Кубок губернатора КВН-2020, поднял руководитель Департамента молодежи Министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. Он заявил, что в случае проведения будут приняты все меры безопасности. Это в том числе и рассадку с учетом социального дистанцирования не более 50% посадочных мест. «Предполагается убрать все массовые сцены, ограничить возможность участия одной команды не более 12 человек, допускать совместный выход команд на сцену, соответственно, на какие-то массовые сцены и соблюдать все необходимые обработки всего технического оборудования. Соответственно, для каждой команды отдельный комплект микрофонов, которые будут обрабатываться после каждого номера. Региональный штаб одобрил проведение Кубка губернатора как важного для молодежи, но рекомендовал сократить количество мест до 30-40%. Виктория Шарая, События. С этого года в самарских школах не будет звонков на перемены. Входить в учебные заведения можно будет по графику. А торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1 и 11 классов. Как пандемии и ограничительные меры изменили жизнь учащихся, в том числе и во время летних каникул, расскажет Мария Левина. Торжественная линейка 1 сентября в этом году пройдет только для 1 и 11 классов. Остальных ждет тематический классный час «Самара. Город трудовой доблести». На такие меры в Самаре пошли из-за эпидемиологической ситуации. В связи с режимом ограничительных мер скорректировать пришлось и программу по организации отдыха детей на каникулах. В этом году впервые нам пришлось работать в таком режиме дистанционном. Поэтому по поручению Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента образования в рамках регионального проекта «Прокача лет 63» разработал свой городской дистанционный социально значимый проект «Самарские каникулы 2020». Он начал свою работу 1 июня 2020 года. Старт дала глава города. Для детей провели лекции, мастер-классы и конкурсы. Участие в проекте приняли более 230 тысяч человек. В середине лета открыли двери лагеря, но с рядом ограничений. В августе, когда распространение коронавирусной инфекции пошло на спад, можно было открыть пришкольные лагеря. Но все учебные заведения уже начали подготовку к 1 сентября. Оставлять детей без внимания не стали и организовали спортивные и развлекательные площадки на территории школ. Возобновили и летнее трудоустройство подростков. Уже приступили в соответствии с новыми рекомендациями Роспотребнадзора к трудоустройству на свежем воздухе в том числе. Вполнение таких легких работ, разрешенных законодательством. Поэтому двигаемся в соответствии с планами и занятость трудовой детей тоже будем продолжать обеспечивать. В последние летние дни с самарскими школьниками занимаются специалисты дополнительного образования. Программа мероприятий размещена на школьных сайтах, а также в родительских чатах, в социальных сетях. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Когда речь заходит о безопасности детей, счет идет на секунды. Сотрудники регионального управления Росгвардии провели плановое учение в школе 109 на улице Вольской. Как бойцы задерживают нарушителей порядка, увидел наш корреспондент Анатолий Головко. По легенде, в учебное учреждение проникли пьяные хулиганы, которые напали на охранника. Сотрудница ЧОП не растерялась и вызвала на подмогу силовиков. С момента нажатия тревожной кнопки до приезда росгвардейцев проходит всего пара минут. Одна группа задержания вырывается в школу, другая оцепляет здание по периметру. Силовики в бронежилетах и касках скручивают подозреваемых, надевают на них наручники и отводят в патрульный автомобиль. По словам руководства Росгвардии, такие учения проводятся регулярно, особенно в преддверии начала учебного года. После тактических занятий действия силовиков разбирают и оценивают их работу. Все это потом анализируется, детально доводится до других, в том числе, сотрудников и тех, кто принимал сегодня участие, дабы избежать каких-то, в будущем, ошибок от других сотрудников. Ну и в целом, может быть, даже выручить какой-то более эффективный способ, метод противодействия или действию в той или иной ситуации. Во время таких учений проверяют не только слаженность действий Росгвардейцев в экстренных ситуациях, но и работу сотрудников ЧОП. Тех, кто не выполняет требования безопасности, наказывают рублем. В истекшем году также был выявлен такой факт, что охранная организация осуществляла охранные услуги на объекте, не имея седьмого вида деятельности. В лицензии данная охранная организация была привлечена к административной ответственности. Было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Данной охранной организации пришлось расторгнуть договор на оказание охранных услуг. Больше не оказывало. Для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году сотрудники Росгвардии обследовали больше тысячи школ. Они проверили техническое оснащение в зданиях и систему антитеррористической защиты. Кроме того, за нарушения штрафовали 14 частных охранных предприятий. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Экономисты прогнозируют ослабление рубля. Треть россиян желают получать зарплату в иностранной валюте. А каждая седьмая семья в стране берет деньги в кредит. Об этом подробнее в рубрике «Новости экономики». Добрый день. Это «Новости экономики». Сегодня о них расскажу я, Мария Левина. Курс доллара вырос до 74,69 рубля. Европейская валюта также прибавила в цене. Ее значение достигло 88,36 рубля. Баррель нефти марки «Бренд» стоит 45,40 долларов. Российские экономисты прогнозируют ослабление рубля. Да, судя по последним исследованиям, отечественные банки в июле лишились запаса валютной ликвидности. Он уменьшился на 5 миллиардов долларов и стал отрицательным. Треть россиян пожелали получать заработную плату в иностранной валюте. Судя по последнему исследованию, который провел портал по поиску работы, 46% мужчин хотели бы получать деньги в долларах и евро. С ними согласны четверть опрошенных женщин. Причем такой вариант оплаты труда в основном выбирает молодежь и старшее поколение. А вот люди трудоспособного возраста более консервативны. Финансовые аналитики считают, что лучший из возможных вариантов – получать зарплату в рублях, но хранить сбережения в долларах и евро. Каждая седьмая из десяти семей в России в этом году взяла деньги в кредит. Большинство займов – это 12% – оформили семьи в возрасте от 25 до 44 лет. 4% займов оформили пенсионеры. С начала года кредитная задолженность на одну семью в среднем выросла на 37 тысяч и составляет почти 324 тысячи рублей. Это все новости экономики на сегодня. Оставайтесь в курсе событий и берегите свои деньги. В сентябре на улице Аврора откроют новую зону отдыха. На каком этапе работы по благоустройству сейчас увидели наши корреспонденты. Территория для отдыха и развлечений. Площадь нового бульвара на улице Аврора от аэродромной до Мариса Тереза составляет 20 тысяч квадратных метров. Всего год назад здесь был стихийный рынок, и местные жители возмущались антисанитарии и торговым беспределам. Теперь общественное пространство выглядит совсем иначе. Многие горожане прогуливаются по дорожкам, занимаются физкультурой на тренажерах, отдыхают на скамейках. Мы очень рады. Я прям довольна. Я вот к ним хожу каждый день. Раньше идешь сюда и как-то скучновато, грустновато. Отсюда этот рынок был такой захолустный. А сейчас красота. Прям с удовольствием каждое утро иду и песню пою. Проект бульвара на Авроре разработали, учитывая пожелания самарцев. Местные жители делились с дизайнерами и архитекторами своими идеями на стадии подготовки. А когда придет время принимать объект от подрядчика, горожане также оценят работу. Это важная часть стратегии лидерства, долгосрочного документа о развитии региона, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Самарцы такому подходу рады. Место преобразилось. Не узнать. Я живу при обрядах Аврора. Сейчас постоянно хожу сюда. Вечером, днем, время есть отдыхать. Смотреть, как работы выполняются. Очень изумительное. Место будет лучше всех помогать. Масштабный проект комплексного благоустройства участка улицы Авроры реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Достопримечательностью бульвара станет 11-метровая ель, фонтан со светодиодной подсветкой, спорт, площадка и бесплатный Wi-Fi. Сейчас завершается озеленение бульвара, бассейн-газон. Высаживают сотни деревьев и кустарников разных сортов. Для растений предусмотрен автополив. Для травы это очень замечательно. Она идет ровная. Вот видите же, зашла уже, скоро косить надо. Для кустарников это уже. Потому что такой момент, как паутиный клещ, он не любит. Когда на него сверху грызгут. Поэтому это очень большая помощь отредить в этом отношении хорошо. И климат уже, влажность будет больше. Кроме микроклимата позаботились и о безопасности отдыхающих. На бульваре будет круглосуточное видеонаблюдение. Теперь местные жители смогут отмечать городские праздники в комфортных условиях. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. Самой масштабный Иволга за всю историю. В Самаре открылся популярный молодежный форум, который в этот раз сменил свой формат. Подробнее расскажет Светлана Кудрявцева. Вместо привычных уже мастрюковских озер аудитории в ресурсном центре добровольчества. Молодежный форум Иволга 2020 в этот раз проходит в новом формате. Общение со спикерами и участие в образовательных сменах дистанционно. Первый опыт для нас именно такой работы, но тем не менее мы уже сейчас видим плюсы от онлайн формата. Во-первых, мы расширили возрастные границы наших участников, мы расширили географию, количество наших участников. Заявки подали более 13 тысяч молодых людей, но стать участниками смогли только 2 тысячи человек. Однако присоединиться к дистанционному формату могут до 50 тысяч желающих. В этом году на форме 4 образовательные смены – мой бизнес для молодых предпринимателей, территория для жизни, собравшая урбанистов и экологов, наука и цифровые технологии для любителей IT и не только, а также наша победа. Каждая смена для нас основная, но тем не менее мы очень трепетно относимся к смене «Наша победа». Эта смена в этом году является особо актуальной. В этом году в Российской Федерации объявлен президентом Владимир Владимирович Путином год памяти и славы. И как раз-таки задача этой смены – проработать все разные и, самое главное, новые, актуальные, интересные для молодежи форматы патриотической работы. Это тематика сохранения исторической памяти, это тематика противодействия и фальсификации истории. Ежедневно все резиденты форума зарабатывают рейтинг, поскольку «Иволга» – это не только площадка для повышения компетенции и развития софт-скиллз, но и возможность выиграть гранты на реализацию собственных проектов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Пятый юбилейный «Волга-фест» закрывает летний сезон. Тематика этого года – пять закатов. На протяжении целой недели вечерами на набережной будут проходить концерты и театральные перформансы. А на выходные намечена насыщенная программа «Нон-стоп». Как изменился любимый самарцами фест в эпоху ковида, расскажет Мария Левина. Пятый юбилейный «Волга-фест» открывает группа «Вайпс-дайв» – дуэт нежных хэнд-панов и дерзкой гитары. В этот раз летний фестиваль, который успел стать одним из любимых в Самаре, проходит в новом формате. Свои коррективы внесла эпид-обстановка. Во-первых, «Волга-фест» в этом году стал ярмаркой культурных проектов. Во-вторых, изменилось время проведения городского праздника. Если раньше фестиваль открывал летний сезон на набережной, то теперь он его закрывает. Поменялось и место. Впервые все самое главное происходит у ладьи. Кроме того, фестиваль будет идти целую неделю, а не два дня, как в прежние годы. Особое внимание уделили выставке арт-объектов, которая всегда пользуется особой популярностью у зрителей. Организаторы провели всероссийский конкурс для художников, получили около сотни работ, из которых профессиональное жюри выбрало 10 лучших. Их установят к концу недели. Некоторые на воде. Каждый год мы задаем какую-то тему, на которую ориентируют все художники, которые делают арт-объекты, ну и в целом все участники. Ну и в этом году нам показалось, что мы так часто слышали вот эту тему социальной дистанции, о соблюдении этой дистанции. Нам хотелось поговорить вообще о дистанции между зрителем и искусством, дистанции между искусством и природой, городом и природой. И в целом вот как бы насколько близко мы можем быть там друг к другу. Развлекательная программа будет идти по вечерам, причем это небольшие праздничные концерты, а скорее атмосферные вечера на Волге. В этом году тематика любимого самарцами Волга-феста «Пять закатов». Это не случайно, потому что в течение недели каждый вечер здесь, на набережной у Ладьи, будут проходить концерты и театральные перформансы. В общем, скучно точно не будет, обещают организаторы. Программа Волга-феста в этом году проходит не только оффлайн на набережной, но и онлайн. Через официальную группу феста можно скачать специально подготовленные подкасты для прогулок на набережной. Вот это такое большое путешествие, которое можно даже находясь дома, совершить вместе с фестивалем и вместе с нашей большой любимой Великой рекой. Набережная сама по себе предполагает формат прогулки. Люди прогуливаются, смотрят, любуются прекрасными видами. И чем бы можно было бы эту историю расширить, помимо тех традиционных, уже, скажем так, наших традиционных полгофестских историй. И мы почему-то пришли к такому вот решению, как аудиогиды, когда ты все равно остаешься один на один, сам с собой, с набережной, с той историей, которая есть. Каждый год ждем. Ну и в этом году, наверное, особенно сильно ждали какое-то мероприятие, потому что все соскучились. И, конечно, хочется уже выходить на фестиваль и послушать на улице музыку. Вечером на набережной у Ладьи театр-студия «Грань» покажет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира, Ромео и Джульетта. А сам арт представит зрителям свою музыкальную постановку. Основная программа пройдет в выходные. Мария Левина, Николай Сидоров, события. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!